а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в ферму чё-то как-то вообще уже грязно это вальтра на карте на в марш мы играем да и чё у нас друзья происходит с момента прошлой серии я тут добил те контракты которые вот были тогда и даже немножко денег мы на этом в общем-то подняли на балансе сейчас 116 тысячи у нас еще есть еще пять контрактов сейчас последние последняя партия тюков вроде как и едет по последнему контракту правда в наполе останутся еще один но сейчас мы денег поднимем об этом чуть попозже я тут нашел кнопочку я в прошлой серии говорил что непонятно и почему не написано какой размер тюков я в общем-то залез в меню и нашел какая кнопочка за это дело отвечает это была кнопочка был я ее попробовал понажимать и знаете что произошло ни хрена не произошло эта кнопка еще в многих модах назначена поэтому я ее переназначил на другую чтоб мне удобно было но не суть важно еще и залез в настройки курсплея автодрайва и убрал там вот эти подсказки в окне f1 и теперь у нас в f1 показывается размер тюка только вот прямо сейчас он почему-то не показывается на самом деле наверное это потому что у нас здесь полный тюковщик точнее половина тюковщика забита но в общем в чем суть сена большие тюки вот эти 180 они мать его по 9 кубов а силосные 150 сантиметров по пять с половиной что в принципе лучше чем самые маленькие вот смотрите какие здоровенные они единственный косяк наверное что трактор ездит с такой знаете ли полу опущенным подборщиком и может где-нибудь цепануться но я надеюсь что он доедет и нормально вроде как уже не первую партию везет с того поля поэтому все должно быть нормально да друзья еще пять штук здесь вот осталось на поле здесь мы сено делали остальные контракты были на силос еще было пара контрактов на удобрение вроде как на данную секунду все что было у меня я выполнил мы их сейчас примем может быть появится еще какие-нибудь посмотрим сколько будет деньжек нам надо обновлять технику до 3 серия а мы все еще вроде как контракты обновление техники но что поделать 18 часов у меня уже наиграно на этом селе так что все нормально я вот друзья эти контракты все делал примерно с 7 утра и сейчас ровно 10 правда время на половину до 6 часов у меня в общем-то рабочий день практически на все это и ушло какие штучки-то для лошадей насколько я понимаю на силос конечно по интереснее контракты будут потому что лишние тюки силоса немножко подороже чем лишние тюки сена и прям прилично подороже но тюки вот эти вот здоровенные конечно же капец по 9 кубов и наш прицепчик с ними справляется и это замечательно давай друг выгружай и контракт чтоб закончился и было бы хорошо да контракт закончился еще лишнее на 1235 сейчас наверное мы подождем пока он вернется на то поле соберет оставшиеся пять тюков и мы примем контракт и будем смотреть все наши финансовую статистику и все остальное и наверное купим новый трактор на в первую очередь надо купить два трактора опять-таки для вот этих контрактов на косилку потому что у нас немножко тракторов не хватает мы трактора не купили и мне пришлось перецеплять инструменты на разные трактора я такое это я это не очень люблю а вот пришлось еще я понял что надо внимательнее следить за полями которые мы берем контракты потому что косяк с 25 полем которое пришлось вчера второй раз выгонять косилку опять-таки перецеплять все и и так далее мне это не понравилось канола стадия 2 из 8 и присоедините 8 дней будет расти канола так долго это столько всего будет происходить за это время и хлопок тоже 8 из 8 не очень круто что так долго ждать будет я просто не представляю что потом ладно сейчас как бы есть чем заниматься чё-то косим чё-то удобряем время не мотаем а когда мы перейдем на работу на своих полях вот засеял ты поле и что мотаешь 8 дней до пока она созреет такое себе удовольствие если честно но ладно будем смотреть я даже вот на данную секунду несмотря на то что вроде как типа 3 серии я активно в это все дерьмо играю я вообще не берусь зарекаться по поводу того что дальше будет что вот это вот за грязь и за лужу мне текстурки конечно сделаны не чавошно так следы еще отличный участок кстати для какой-нибудь фермы и большое поле с травкой а это еще одно кстати довольно конченное поле с травой с такой перемычкой хотя на карте с этими самыми с черт вылетела с до вылетела слова из головы с каналами до которые вокруг полей насколько я понимаю здесь тоже идет канал и поэтому при уборке этого поля можно тупо утопиться с каналами на в кайф наверное играть в мультиплеере где нет вот этого искусственного интеллекта и заставлять всех быть немножко осторожнее а играя с автодрайвом и курсплеем никогда не знаешь чего от них можно ожидать поэтому наверное лучше играть без каналов и заврагов или что там как она называется каналы да а тем временем наш вот этот товарищ как раз подъехал на поле номер 75 где у нас осталось вот эти пять тюков давай побыстрому их собирай хотя конечно быстрее будут самому их собрать прям сильно быстрее кстати но уже ладно я такая ленивая жопа что не хочу этого делать опустил подборщик и погнал собирать тюки блин классно мне вот это нравится автоматизм вот этот иногда конечно подлагивает еще не все идеально ночью на маленьком тракторе у меня постоянно писала нет пути не не могу найти путь хотя он был прямо рядом этот тюк но не находил вот сейчас днем на большом тракторе все вроде как работает без сучка без задоринки не знаю с чем это связано ночь или маленький трактор который не справлялся может еще какая-то канитель но в общем то не все было хорошо а сейчас вот вроде все хорошо все дружище последний тюк давай его собирай еще мне нравится что когда вот он здесь видит что все больше тюков нету он едет разгружаться даже если он не полностью загружен это прям тоже хорошее такое хорошая функция все и поехал разгружаться молодец тюки у нас все собраны поэтому давайте мы примем вот эти вот пять контрактов которые у нас есть как видим цифры здесь довольно таки приятные 47 44 34 тысячи поэтому мы их все собираем больше контрактов нормальных нету мы сейчас все пообновляем и все будет классно по финансам сейчас у нас идет второй день это сентябрь на обслуживание техники уже ушло восемь с половиной тысяч продано тюков этого чисто излишки плюс еще сейчас 5 тюков повез там тоже будет примерно пару тысяч расходы на топливо 630 у нас уже заправлялись некоторые трактора доходы по контрактам 212 это за сегодня вот 501 это было за вчера включая вчерашние вечерние контракты на тюковку которые были в прошлой серии проценты по кредиту вчера были 666 евро цифра конечно наверное не очень красивая конечно наверное да но на самом деле не такая большая чтобы избавляться сейчас от кредита я почему-то думал что будет больше поэтому от кредита мы избавляться и не будем сейчас мы знаете что сделаем у нас есть 287 тысяч это значит что мы можем купить gc бишку я вот правда не знаю какую до сих пор не решил по-хорошему конечно хватит чтобы возить тюки и средний вот этой gc бишки у нее есть такой неприятный косячок это задняя поворотная ось она как бы может и удобно но автодрайв как правило сам ее не отключает и при резком повороте с прицепом каким-нибудь он начинает упираться ну ладно 216 тысяч мы ее тоже покупаем номер только исправим это у нас уже будет 009 я до сих пор не знаю зачем я это делаю но пускай другой стороны в конце карьеры уже будем смотреть а у нас 135 будет типового 135 единиц техники мы покупали за все время хотя с другой стороны опять-таки не на все вешаются номера поэтому тоже отследить будет тяжеловато и у нас осталось 71000 далее нам нужно купить еще один средний трактор какой-нибудь о кстати раз у нас остались деньги нам надо улучшить два трактора у нас пока прицеплены так хрен с ним а вот этим надо немножко мощности то подбавить так что давай вдруг едь на дилер сервис а ты не можешь выехать я не знаю даже как здесь дороги проложены еще посмотрим и этот товарищ тоже отправляется на дилер сервис надо прикрутить помощнее движки хотя кстати с этими они более менее едут но лучше пускай будет запас ну вот раз уж у нас тут есть денежки куда к нам приезжает обычно где тут это въезд по моему где-то здесь можно и керхер поставить единственное прошлый раз про керхер говорил про то что надо его поставить и полез его искать но сбился смысле так его даже и не нашел если честно даже не знаю где он здесь инструментах да он в инструментах четыре с половиной тысячи что у нас тут еще есть метеостанция улучшает прогноз погоды на ферме у нас тут погода не важно поэтому пофигу этим более можно файлах с его посмотреть с точностью до минуты когда и что будет автомастерская нам не нужно в принципе станции электрозарядки пока что не нужна биометановая станция биометановой станции можно заправить метановый трактор у нас пока таких нету малая весовая 64000 принципе знаете по фэн-шую конечно въезде такую штуку ставить большая весовая не хватает даже денег или вот такую штуку но я бы малую ставил потому что она открытая без церкви без крыши может кто угодно проехать на биогазе пока мы обитаем этого делать не будем а когда мы будем ставить ферму где-нибудь еще то можно будто 2 300 затюки отлично это на что такое тоже мастерская недорогая маленькая отлично столб для дисплеев просто стопа на него вешаются вот такие вот дисплеи да насколько я понял может быть посмотрим но с другой стороны где-то же мы были другие вот такие вот дисплеи мне кажется это будет эффективнее 100 триггер тоже от мастерская мне больше такая мастерская нравится на самом деле ну ладно мы здесь и ради керхера вообще собрались эти вот так вот развернем куда его поставить вот здесь да неудобный вид в кустах кто-то куда-то приехал ну давайте вот сюда поставим вроде как сюда приезжают вся техника и можно будет ее немножечко мыть так друг а ты ты у нас больше пока что отдыхаешь до больше не работаешь пока что до поэтому давай есть на биогаз север въезд далее вот эти товарищи которые нас приехали сюда все сразу у нас сюда заехали можно конечно починить но они сами починятся меня интересует выбор двигателя 95 лошадей это то что нам надо настроить 10 тысяч мы за это платим конфигурация изменена это зетор да ты был нет это был вот этот зетор 95 лошадей хорошо 2 у нас черт а 95 а зетор 76 а я вроде зетор менял так я чё-то немножко сбился смысле да все правильно мы поменяли сейчас поменяем еще и и зетору можно прям сто семь сто семнадцать лошадей поставить настолько нам не надо денег на это жалко 96 а сколько у нас вообще требуется нашим вот этим агрегатом потому что один из них по моему 101 80 просил а сена ворошилка просит 100 валковая жадка просит 80 значит тот который у нас с валковой жадкой у него 95 лошадей это нормально вот этому товарищу мы тогда поставим он требует 100 поставим 110 двигатель или сколько там есть 107 по моему да да 107 лошадей и это будет прям отлично 15 500 мы правда еще доплачиваем что тоже не очень хорошо но что поделать прицепляем обратно вот эту вот хреновину и отправляем его на биогаз въезд давай и туда этому товарищу делаем абсолютно то же самое биогаз въезд погнал и у нас еще джесси бишка появилась мы погнали тоже на базу отвезем биогаз въезд сты погнал пока они едут на базу давайте посмотрим что у нас по контрактам тут есть кстати кнопочка очистить контакты и контракты я ни разу не ей не пользовался поэтому давайте мы ее нажмем и обновим черт я активировал это вот хреновину случайно тысячу платим штрафа за невыполненно ничего ничего страшного так обновляем у нас есть кучу ухты слушайте я прям уже хочу вот это вот делать спашка земли не интересно поставки тоже не интересно сбор урожая полину на известь это ну прям вкусно здесь понимаете у нас есть 42000 мы еще купили не все трактора а я уже вот смотрите 45000 вот эта штука стоит неплохо конечно такой разбрасыватель еще поставить неплохо на самом деле еще вообще вот такую штуку брать с таким разбрасывателем и расширение чтобы побольше извести туда входило но это уже 88000 черт что делать но как бы есть вариант кэш кредит есть вариант аренды техники больше контрактов то у нас нету так товарищ приехал до с керхером я угадал давайте заодно тогда его и помоем от травы давай падла мойся блин вроде 10 утра они хренашеньки не видно надо включать фонарик кстати вот цвет мне вот этот вишневый у маккормика нравится прям реально красивый вроде как чистый до знать вот эту штуку тоже спала с ним чем я занимаюсь на самом деле но потом же будет вот это вот все типа помой технику мышь это уже проходили я не первый день на ю тубе знаете ли во все теперь прицепчик у нас тоже чистенькие мойку мы выключаем вот кстати у него сколько вот у него износу прицепа а у трактора износ сто процентов типа покраску он требует покраска стоит прям дохренище но внешне я никаких дефектов у него не вижу так чуть-чуть есть там кита царапки но красить его из-за этого я смысла вообще никого не наблюдаю поэтому ладно мы это все дело отцепляем и давайте их поставим вот как они предназначены на самом деле у нас вот этот трактор покупался под косилку под под вот эти вот две косилки да поэтому давайте их и зацепим и расцеплять больше не будем теперь ты выглядишь вот так на самом деле косилки тоже не помешало бы помыть раз уж мы тут этим занялись поэтому давайте помоем вот наш кюрхер и волковую жадку сейчас все все помоем фонарик тоже включим возможно я просто стою в таком месте знаете ли где тень вроде чистая все не сильно подсупоко цена не сильно поцарапанная трактор мы тоже отмываем как видите зеленая не все шины именно вот из-за травы работали они в основном с травой час так это у нас готова косилочку переднюю мы тоже моем керхер на самом деле классно эта штука вот отлично ты у нас чист и задняя косилка щечу мазая ее мы сейчас тоже помоем все как новенькая классно же эту хреновину вырубаем и погнали его припаркуем а я вот думаю что наверное надо уже делать парковочные места для этих товарищей нет эти штуки впереди в ангаре немножко мешают можно было бы сделать вот эти четыре трактора здесь как раз вот именно для работ с травой они бы как раз здесь и были вальтер а у нас для тюкалки нет вальтер у нас на самом деле оттуда брялки этого товарища мы тоже помыли поэтому давайте поставим его тоже в гараж или пока не делать парковочные места другой стороны если делать парковочные места то лучше керхеры поставить здесь как это я раньше делал в гаражах таких ангарах один посередине в принципе и кстати должно хватить как неудобно задом то это волковалка рулится до места тут особо немного будет ангар и потом еще ставить так а куда это я собрался на нем ехать если его тоже надо сполоснуть давай-ка все на ворошилка мойся какая кроля за рулем же себе шки а сидит деловая такая то ли я слепой становлюсь что я не вижу в темноте а вроде нет вроде как зрение один и все путем давайте эту хреновину тоже поставим в гараж да немножко она вылазит выпирает не очень красиво хотелось бы конечно знаете как косилка до спрятаны полностью целиком и полностью под крышей но ладно и значит gcb-шечка наша вот она прекрасная она у нас будет работать вот с этим вот прицепом подборщиками немножко быстрее все будет это кататься дело на продаже давай-ка мы тебя подцепим и вот о чем я говорил при полном вывороте видите он перестает нормально поворачивать то есть прицеп этот упирается это это не очень хорошая новость давай ты у нас пока будешь жить здесь не знаю насколько хорошее это для тебя место но пойдет так по обновляем еще контракты посмотрим может быть что появилось интересно ничего не появилось они вот сборы урожаев вот это интересный контракт ведь и вот это интересный контракт хмель и хмель все в порт еще хмель в порт классно же домой вообще ничего не можем взять хоть время мотай и ну вот эти вот классные как бы денег не хватает даже на посыпалку извести известию а еще извести надо купить кстати ладно давайте мотнем время на 11 часов там может быть что-нибудь новенькое появится так 11 и опять-таки нам очистить контракты и их заново здесь сделать и по-моему нас повылазило примерно все то же самое да у нас все то же самое и по вылазила прям две удобрял кидают на один контракт в аренду и здесь две дают а здесь одну дают на супер большое поле блин ну такое себе конечно даже продать ничего понимаете продавать уже технику которую мы купили но такое себе заменить вот эту штуку и здесь кстати дешевле можно попробовать знаете что продать удобрение которое здесь лежат я понимаю что я занимаюсь ерундой я прекрасно понимаю в плане того что можно взять кредит можно взять что угодно добрение можно продать я надеюсь сколько они стоят попробую их здесь найди удобрение закупка закупка по 1439 продажа но да не такое уж выгодное конечно занятие в порту по 812 можем толкнуть у нас шесть кубов и даже сколько-то извести мы на это сможем как-то заправить и взять какой-нибудь контракт на известь а черт занимаюсь ерундой на погнали ладно продадим эти удобрения продаются они у нас в порту поэтому давай шуруй в порт я даже не знаю где это если честно две минуты всего будешь туда ехать хорошо едь и таки странно что например не выдает ковку на сорок пятое поле ведь там же созрела трава я за ним следил от трава созревание все готово я не знаю точно как это все дело работает порт видимо у нас здесь рядом совсем да мы где-то 5000 получим за все у нас останется всего лишь 2000 на известь а это прям совсем немного на самом деле а известь закупка по 202 это можно прям много ее купить смотрите у нее закупка 202 оправдаша по 218 можно купить по 202 и все это продавать странное дерьмо и был бы у нас грузовик можно было бы его реально отправить кататься и сжечь бензин так порт насколько я понимаю это здесь но теперь надо разгрузить эту штуку она разгружает скорее всего на поддон и скорее всего от этой кнопочкой именно ей и разгружается а самый маленький сто семьдесят один литр высыпается и не сразу до 139 евро погнали высыпать все поддоны тогда высыпается он не высыпается так отлично просто надо еще стоять их и держать стоять и держать ну ладно без дыни 812 евро масса 850 килограмм смотри какой сильный до 850 килограмм это не хухры мухры а еще кстати смотрите масса остается больше чем литраж то есть у самого поддона тоже какой-то вес есть это классно а то есть он сначала высыпался и масса не менялась а потом она начала уменьшаться такое себе отставить то что похвалил еще 812 евро ков еще 812 евро ков и давай последний тоже мы высыпаем и пока он высыпается мы идем магазин покупать самую печарскую версию посыпалки извести с другой стороны мы ее потом сможем улучшить где она не вижу вот разбрасыватели удобрений 9 кубов можно будет потом поставить расширение значит до 14 кубов нормально пойдет пока так никаких дисков никаких других колес узкие шины плюс 1000 куба фэншую конечно было бы узкие шины поставить но ладно пока без фэншуя но все равно это дело отключено ну вот и все у нас осталось 2000 чтобы засыпать один при прицепчик известью и придется выполнять прям все контракты на известь начиная самых маленьких так дружище давай шуруй знаешь куда шуруй в магазин дилер-сервис давай туда у нас есть на 5000 контракт вообще кстати говоря знаете что мы можем посмотреть можем посмотреть сколько будет стоить известь для каждого поля здесь стоимость материала 1861 почти ничего не зарабатываем здесь материала много будет уходить пойдем по нарастающей но есть вероятность того что мы не будем справляться другой стороны нам этот контракт выполнить еще ладно будет на счету в итоге тысяч шесть в теории можно будет попробовать этот контракт выполнить но не знаю получится ли ты известь 2 куба по 450 евро то мы чуть дешевле будем брать потому что без поддонов да только начали добивать вот чтобы было все по фэншую устройство трактор так как мы берем еще одно устройство без трактора и опять занимаемся перецепкой так товарищ приехал давайте его даже прервем но и что я с лба не заметил эту штуку пока отцепляем и погнали зарабатывать на трактор сначала на мод для этой штуки будем зарабатывать хороший вопрос еще хороший вопрос я кстати не удивлюсь если можно будет наполняться в минус но сомневаюсь если честно но не удивлюсь давайте тогда принимать первый контракт поле 81 надеюсь мы ставим известь и более 81 а что это за она такое какая у нас рабочая ширина хороший вопрос известь же по моему прям мало вообще разбрасывается по моему 12 метров если мне не изменяет память где у нас поле 81 а вот маленькая маленькая при маленькая здесь раньше точно была фигня давай две поворотных полосы и что а понятно вот так вот лучше ладно пойдет с начальной точки ну давай есть закупай материалы но и что мешает ехать и дружище для для чем дело на у тебя почему-то глюканула ладно просто и почему-то включился а он не должен был включаться давай едь но он один полный прицеп сможет себя загрузить по 202 евро прошлый вопрос хватит ли этого прицепа скорее всего нет короче план капкан смотрите делаем мод на супер мега дешевый прицеп на 1500 миллионов миллиардов литров и отправляем его по маршруту закупка материалов в порт и 8 известь и идем в плюс вечный как вам такое конечно да я понимаю читерство скучно и все такое но уже ладно что есть то есть на известь же еще и тратится как турная давай друг наполняйся денежки последние капают кошмар какой больно на это смотреть еще немного там можно будет докинуть 1800 1890 евро у нас ушло нет доступа к этому участку он даже и не разбрасывает здесь да мне просто вопрос по метражу у меня он непонятен но вот здесь он сам определяет как 12 метров когда мы отцепили перецепили надо продавать у заново я я как раз сбросил маршрут чтобы все было чётенько последняя проходка блин такая неполная фиг поймешь короче как она будет ну давай погнал короче делай будет будет видно на самом деле кстати вот не обязательно было заниматься тем чем я вот это начал заниматься потому что мотаешь время появляются контракты в крайнем случае сутки мотаешь и появятся новые там удобрения когда все обработают свои поля npc но не сильно хочется мотать время плюс кстати появляется еще одно чем мы можем заниматься посыпать известью нам в любом случае это посыпалка понадобилось бы для своих полей рано или поздно до поле совсем маленькая трактор на него приехал находится она хрен пойми где довольно таки далеко вообще далеко от всего сейчас друзья надо будет просто посмотреть какой разброс по-моему 12 метров но это не точно сейчас мы об этом узнаем и блин сколько же известиру сейчас повыкидывает просто так пока будет вот с этими поворотами тупить ну давай погнал друг до 12 метров здесь ровненько можно чуть больше конечно поставить для экономии ну ладно уже пускай будет так как есть 18 километров в час он всего едет они 20 он должен ехать ну ладно пойдет ладно пускай удобряет пока что пока что он удобрил на на 26 процентов выполнен контракт и 20 процентов бака потрачено это конечно с одной стороны хорошо но последняя проходка будет прям совсем узкой там будет полное распыление но в теории должно хватить да ребятушки вот про что я говорил последняя проходка будет очень узкой соответственно на ней будет очень большой расход извести но меня очень радует в целом расходу этой удобрялки в плане того точнее меня радует расхождение с расходом прогнозируем который у контрактов был это значит что нам должно хватить на все вот эти контракты извести но точнее от стартануть именно раскочегарится все должно быть путем давай последнюю проходку последние два процента черт мы готовились просто сразу на отмену нажать лишний литр сейчас сейчас нельзя таким разбрасываться это потом можно будет когда мы будем богатые об готовом и этот контракт мы принимаем и все у нас на балансе уже 6000 6000 это три таких полных прицепа это круто следующее у нас 37 поле потом 70 в общем-то тут мы по возрастающей пойдем нужно выполнив вот этот контракт уже все таких проблем не будет поэтому друзья принимаем и его бздынь 37 поле и курс плечикому тоже самое как где это самое 37 поле находится я в душе не знаю вот она но на такое не неприятное поле не самая маленькая ну ладно вроде как нормально должен будет справиться с этим всем делом погнал заправляйся и есть давай тогда посыпай это все дело известью а мы друзья тогда с вами на этом и закончим если вы хотите смотреть серии заранее то пусть и ваш лучший друг там все выходит по мере записи спонсором огромнейшее спасибо за поддержку а если вы еще не подписаны канал то подписывайтесь лайкусики комментарии в общем то все пишите все мне интересно будет почитать но и всем друзья огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока а а а